Напомню, главный врач городской клинической больницы номер 4 Канат Тизикбаев и врач-анестезиолог Аскар Тунгышбаев были взяты под стражу сроком на два месяца. Врачи подозреваются в совершении преступления, предусмотренного статьей 317, части 3 Уголовного кодекса. Это ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинскими работникам, повлекшей по неосторожности смерть человека. Врачи оказались под следствием после смерти сына начальника департамента полиции Алматы, который скончался в августе этого года в Германии. До этого ему была сделана операция в местной больнице, куда он поступил с травмами после ДТП. Добавим, что супруга главного врача Дина Тизикбаева обратилась к президенту Хасмужмарту Тукаеву с просьбой взять дело на личный контроль. Коллеги же врачей пока воздерживаются от каких-либо комментариев. В связи с проведением следственных мероприятий не может давать комментарий в период проведения расследования. Я скажу, что главный врач Канат Марденович Невоговоров замечаний не имел. И уже позже стало известно, что Каната Тизикбаева отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщил его адвокат. В Министерстве здравоохранения, между тем, следят за ситуацией и заявляют, что от защиты врача в рамках закона не отказываются. Более того, президент уже сподвигнул их к внесению изменений в законодательство. Целое медицинское сообщество поднялось в его защиту. Поэтому, естественно, мы будем все силы прилагать, чтобы данная ситуация разрешилась в правовом поле. Обязательно все необходимые мероприятия мы проведем, в том числе и внесение изменений в законодательство о том, чтобы конкретизировать понятие, что такое медицинская ошибка и как в целом в дальнейшем будем смягчать уголовный кодекс. Продолжение следует...